Привет друзья, меня зовут Константин и вы на канале инвестиции. Инвестирую я на фондовом рынке, брокер у меня Тинькофф и мой портфель состоит из брокерского счета и из фондового счета и благофеля. И именно сегодня у меня еженедельное пополнение фондового счета на 300 рублей. Перехожу в этот фонд, за все время у меня пока убыток, минус 1000, минус 16%, стоимость в рублях 5200 рублей. У меня портфель фондового счета состоит из ETF от компании FINEX, это 5 фондов на акции различных компаний, а также BPF от Тинькофф на акции российских компаний на Мосбиржу. И еще здесь у меня денежные средства, оставшиеся с предыдущих пополнений, потому что Московская биржа сейчас закрыта, торгуется только валюта и я не могу приобрести фонды на Московской бирже. Также нельзя покупать пока ОФЗ и акции, но в то же время на Московской бирже торгуется валюта. А вот Санкт-Петербургская биржа иногда открывается вечером и можно приобретать и продавать иностранные ценные бумаги. Конечно, если у вас подсанкционный брокер, то есть банк, который попал под санкции, тогда у вас такой возможности нет. Чтобы узнать реальную стоимость моих ETF от компании FINEX, воспользуюсь калькулятором на их сайте. Перехожу на сайт FINEX и соответственно вот расчет реальной стоимости своего портфеля из ETF. На дату 17 марта, где установлено в соответствии с курсом Центрального банка по доллару, по евро и по тенге. Захожу на официальный сайт 17 марта, да, курс по доллару 180 с небольшим, а по евро 118. Таким образом, здесь все верно стоит расчеты в соответствии с курсом Центрального банка. Перехожу в портфель. FXUS у меня 15 штук, соответственно, нахожу FXUS, это акции американских компаний, вот, ввожу 15 штук. Далее FXDM у меня 2 штуки, нахожу FXDM, 2 штуки. Далее FXDE, 4 штуки, это акции немецких компаний, FXDE, Германия, 4 штуки. Далее, видеоигры Киберспорт FXES, у меня их 14 штук. Нахожу FXES, 14 штук. Далее FXRE, у меня их 19 штук. Это недвижимость рейты, 19 штук. И я вижу, что реальная стоимость моих ETF 4890 рублей. И еще у меня получается здесь BPIF от Тинькова на Мосбиржу, на акции российских компаний, на сумму 1422. Таким образом, я открываю калькулятор 4890 и прибавляю 1422. И реальная стоимость моего портфеля 6314. Но когда откроется Московская биржа, то акции российских компаний упадут еще больше. И, соответственно, здесь у меня будет не 1400, а поменьше сумма. И вот я нахожусь в терминале и видно, что курс рубля к доллару сегодня составляет 104 рубля. Идет некое такое укрепление. А максимум был около 120 рублей. 121 даже в моменте мы достигали. Таким образом, идет некое такое укрепление рубля. Хотя, казалось бы, недавно рубль совсем торговался по цене 75 рублей за 1 доллар. Максимум был около 121, а сейчас торгуется 104. Перехожу в свой фондовый счет. Вот у меня фонды. Нажимаю кнопку пополнить. И ввожу сумму 300 рублей. Пополняю с карты Тиньков Блэк. И пополнить. Деньги переводятся. Все, операция прошла успешно. Ранее у меня 300 рублей уже было здесь на счете. И уже 600. Один раз я недельку пропустил, не пополнял. Все равно я не могу осуществить никакие операции. Но, скорее всего, эти деньги мне пригодятся, чтобы в дальнейшем усреднять акции российских компаний, которых сейчас минус 38%. Эти деньги я направлю именно на усреднение российских компаний. На покупку этой части портфеля. Потому что покупать в дальнейшем, когда высокий доллар, фонды от компании Финекс, я не вижу смысла. По крайней мере, нужно мне уравнять просевшие акции российских компаний. Когда откроется Мосбиржа, здесь, возможно, наверняка мы увидим 700 рублей, а может даже и ниже. Посмотрим на открытие Московской биржи. Вот такие дела на сегодня, друзья. Пока нельзя совершать покупки. Поэтому стараюсь вам что-то рассказать полезное. Вы тоже можете воспользоваться калькулятором от компании Финекс и посчитать реальную стоимость своих фондов. Например, FXUS цена закрытия была 59-70, ну скажем 60 рублей FXUS. Соответственно, мы находим FXUS, вводим одну штуку, а реальная стоимость этого фонда 84 рубля. При текущем курсе 108 рублей у Центрального банка. Тем самым, купив на бирже по рыночной стоимости, мы можем купить со скидкой, потому что реальная стоимость гораздо выше. Большое спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и желаю вам удачных инвестиций. Всем пока. Ждем открытия Московской биржи.